Когда, говорит Всевышний Аллах, желает благо своему рабу, Аллах, говорит, ему даёт правильное понимание в религии. Аллах ему не просто даёт возможность много поклоняться, Аллах ему даёт именно правильное понимание. Почему? Потому что, когда человек неправильным пониманием поклоняется, он ко Всевышнему Аллаху не приближается, он, наоборот, от Всевышнего Аллаха отдаляется. Пророк, саляму, говорит, есть два пути. Один путь Иблиса, который был гордым, и другой путь Адама, который был простым, скромным. Понимание в религии — это когда человек что-то делает, намаз совершает, кушает, разговаривает, помогает людям, что бы он ни делал на этой земле, пока он пребывает, когда он это всё делает, идя по пути Адама, алейхиссалям, по какому пути, через который он придёт к скромному, простому положению перед Всевышним Аллахом. А неправильный путь, путь гордеца — это когда человек обладает, мечети строит, хорошими делами занимается. Ну, это всё его приведёт к чему? К гордому, самодовольному, уверенному состоянию, где он не будет видеть свои недостатки. С внешней стороны оба будут религию соблюдать, но их итог, их результат, к которому они придут, будет совершенно разным. Вот, допустим, Абу Бакар, радия Аллаху анху, когда услышал аят, где Аллах говорит, Кто совершит какой-то грех, Всевышний Аллах говорит, обязательно за это воздаст ему, накажет его. Он говорит, сказал, о, посланник Аллаха, мы же, говорит, все, говорит, подвержены грехам. Ну, не считая пророков, Ахлю Суна Вальджама имеет следующее убеждение, что кроме пророков непогрешимостью никто не обладает. Любой человек, он подвержен греху, кроме пророков Всевышнего Аллаха. Если человек, допустим, увидел, что какой-то алим или какой-то сподвижный кто-то, как он мог такой грех совершить, если у него такой вопрос возникает, у него с убеждениями проблема. Почему? Потому что сам Всевышний Аллах, он захотел именно такой метод, такой путь, чтобы мусульмане, чтобы рабы Всевышнего Аллаха, они грех совершали. И также Аллах захотел, чтобы пророки, они грех, чтобы не совершали. Если, например, человек вопросом задается, как он, будучи алимом, такую вещь сказал, такую вещь сделал, и так далее, и так далее, он этот вопрос Всевышнему задает. Как ты мог, Всевышний Аллах, сделать этих алимов погрешимыми? Они же должны быть безгрешными, согласно моим понятиям, он не имел права на грех. Хоть ты говоришь, что они должны грех совершать, но они не имели права. Пророк, салава лау салям, говорит, если, говорит, вы перестанете грешить, вообще вы станете людьми, которые вообще ни один грех не совершают. Это кому он, говорит, сподвижникам, говорит, самым лучшим людям после пророка, которые понимали эту религию, среди которых был и Абу Бакар, и Умар, и другие сподвижники, где были. Если вы перестанете грешить, Аллах, говорит, вас уничтожит. И потом, говорит, вместо вас сотворит, говорит, тех, которые будут грешить, будут каять, и Аллах будет, говорит, их прощать. Аллах так захотел. Это акида ахлю сунна валь-джама'а. Вот есть люди, которые говорят, например, вот шииты, допустим, говорят, что есть какие-то имамы, которые безгрешные. Относят, как это, это же неправильная акида. Они же не смогли понять, как, например, Аиша, там что-то сказала, почему она там повод дала, для того, чтобы про нее слух пустили, что она зина сделала. Вот история же была, допустим, когда пророк Сырилову Али-Ассалям был нагазоват Ибану Мусталах, и потом, когда он оттуда обратно, когда возвращался по дороге, они Аишу потеряли. Она отошла, пока она обратно вернулась, уже не было там каравана на пророка Сырилову Али-Ассалям, и они когда ушли, она осталась там, где была, и сказала, когда, говорит, посланник Аллаха обнаружит, что меня нет, он, говорит, обратно придет, именно где меня потерял, там, говорит, и заберет меня оттуда. А другой сподвижник, Сафван, Ради Аллаху Али-Ассалям, которого сзади оставил пророк Сырилову Али-Ассалям, чтобы он шел, если что-то сзади отстало, там, это животное будет, чтобы не было, чтобы он ходил и делал, этот порядок, чтобы делал. Он Аишу, Ради Аллаху Али-Ассалям нашел, своего верблюда подсадил, она села на его верблюда, на его транспорт, как будто на его машину, получается. И они к утру прибыли в лагерь, где был пророк Сырилову Али-Ассалям, и другие сподвижники, и лицемеры тоже были, у кого с убеждением, проблемы были, которые, вообще у них неправильные были. Они сразу сказали, кто эти двои, которые идут? Они сказали, это же, говорят, Аиша, это говорит, и Сафон, и такая радость для них была, это как у Роза Байрама для них была. Почему? Кого ненавидели, они пророка Мухаммада, Салли Аллаху Али-Ассалям, у них повод появился, чтобы именно его испачкать. Им без разницы было, на Аиша, Ради Аллаху Али-Ассалям, именно их целью был, пророк Салли Аллаху Али-Ассалям. И они начали слух пускать, они, говорят, сто процентов за нас делали. Не видели они. Вот вы представьте себе, пророк Салли Аллаху Али-Ассалям, муж Аиши, Ради Аллаху Али-Ассалям, он не в курсе, где его жена была ночью. Откуда она едет, на чужой машине, как будто бы подъехала, получается, правильно же? Разве Аиша, Ради Аллаху Али-Ассалям, не могла этот повод не давать? Может же такой вопрос возникнуть, например, она же могла, например, сказать, что посланник Аллаху Али-Ассалям чтобы мужчины и женщины не уединялись. Третьим будет шайтан. Иди с Афуану, она могла сказать, пойди посланнику Аллаха моему мужу скажи, что я здесь нахожусь, пусть махрама за мной отправить. Могла же так она сделать? Но она не стала там волишничать, усложнять ситуацию. Она знает себя, как смотря на обстановку, села на его верблюда и приехала. Повод она дала. Пророк Салли Аллаху Али-Ассалям целый месяц, он не в курсе, она что сделала? Везде по городу слухи ходят, что она за нас сделала. Кто-то поверил, кто-то не поверил. Вот такая ситуация. И все из Аиши, но она мать правоверных. Мы ее любим. Кто из нас, например, в наше время, которые слухи распространяют, там этот Алим так сделал, там так, кто сделал, кто может себе позволить сегодня, у кого смело схватить, про Аишу, ради Аллаху Али-Ассалям плохо высказаться. Шииты могут такое сделать. Почему? У них Ахидын, потому что такая, что человек, он там какой-то имам, он безгрешный, там кто-то безгрешный. У нас, у Ахли Суна, такой темы у нас нет. Проходил, например, один сподвижный, говорил, я говорю, такой грех совершил, очень большой грех совершил, что он настолько думал, что он большой грех совершил, что Аллах уже его не простит. И Пророк, Салли Ла Ла Салли, ему вопросы задавал. Твой грех больше, чем небеса, чем арш, и так далее, и так далее, больше, чем милость Аллаха. Он говорит, нет. Пророк, Салли Ла Ла Салли, он же вошел в его ситуацию, он же ему не сказал все распространенный про него, слух, что он такой все испорченный человек. Пророк, Салли Ла Салли, понимал систему Всевышнего Аллаха, что любой человек, не считая пророков, он подвержен греху. Это нормально, так должно быть. И когда у человека неправильное понимание в религии, сколько бы он ибадатом не занимался, этот ибадат его в судный день нормальным человеком не сделает. Он самому себе проблемы создает. И вот эти маджлисы, которые мы делаем, например, это все, что на сегодняшний день муфтят, который работу делает, это люди просто думают, что как будто им услугу оказывают, слушая как будто муфтят услугу оказывают, раз на маджлис пришел, там газету, подписку сделал, какому-нибудь алему какую-то поддержку оказал, куда-то привез, отвез, нет никакой услуги, это мы самим себе услугу оказываем. Муфтят, который нам Аллах дал сегодня, вот понимание в религии в виде муфтят, это Аллах все создает. Сегодня Аллах нам это дал, чтобы мы воспользовались. Ну наступит день, судный день, и уже все, уже там уже поздно будет что-то говорить, что-то делать. По шариату надо все делать. Возьмем такой случай, когда к пророку с его женам ходили три сподвижника, это хадис имам Бухары, имам Муслим приводит, имам Налавы, Рахима Аллах, книги Риалу Салихин приводит. Вот они ходили и узнавали, какой вообще режим рибадата у пророка саллиллаху алейху ассалям. Как он вообще живет, как он спит, как он постится, как он дома бывает с женами и так далее. Мы же знаем, посланник Аллаха саллиллаху алейху алейху ассалям, самый такой чистый, избранный. У нас такое мнение, что он вообще сутками как будто бы не выходил из комнаты, был в уединении. Когда они это послушали, исследование провели, они поняли, что он обычный человек, ничем не отличающийся от обычного простого мусульманина. Вплоть до того, что он с Аишат, он на перегонки даже бегал. Представляете, соревнование устраивал, кто первым прибежит. Она первая прибежала, потом, когда он выиграл ее, это говоря тебе за тот раз отомстил, он сказал. Вот такой обычный человек был. Мы же такие вещи даже позволить себе не можем. Если я, например, имам, если я ульму читал, это мне жена скажет, идем на перегонки бегать. Я скажу, ты не стыдно, что ли, что за перегонки, ты не знаешь, что ли, я там какой человек, я такой религиозный человек. Посмотрите, какой был пророк саллиллаху алейху ассалям, ничем не отличался. И когда вот эти вот сподвижники узнали, какой у него режим, там написано в хадисе, кааанна hoon taq alohaha. Они, город, посчитали, говорит, его ibadat таким незначительным. На фоне своего ibadata, какие они религиозные, как они ibadat делают, они подумали, что у пророка саллиллаху алейху 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 алсалям вообще мало, чем у них, ibadat. То есть в их сердце залезла серьезная проблема-болезнь. Когда проблема они начали себя видеть более религиозными, более богобоязненными, чем сам посланник Аллаха саллиллаху алейху а cooperative, Вот представьте себе, какая проблема. Ибадат вроде бы простым должен человека делать, а тут уже обратная картина получается. И потом один из них говорит, ну посланник Аллаха, он-то понятно, он говорит человек, которому Всевышний Аллах простил предыдущие и будущие грехи, то есть он безгрешный, ему говорит, нет нужды много ибадат делать и так далее. Но мы же обычные люди, нам много говорит, делать надо. И один говорит, я отказываюсь от сна, всю жизнь я буду до утра намазом ибадатом заниматься, спать больше не буду. То есть даже если пророк он спит по ночам, я больше буду делать. Другой говорит, я всю жизнь буду поститься до конца, каждый день желательно посту буду держать. А третий говорит, я от женщин отказываюсь. Даже если у пророка, салли лау лау саллим, там много жен, то я ради Аллаха говорит, это против нафса, и я от женщин отказываюсь. И в этот момент выходит пророк, салли лау лау саллим, и видя именно вот какая проблема у них в сердце, он говорит, это вы да такие разговоры ведете, которые так-так-так-так-то говорили. Что касается, говорит, меня, даже если вы подумали, что вы много ибадат делающие люди, то я более богобоязненный, говорю, чем вы. Почему? Потому что богобоязнность как пророк, салли лау саллим говорит, атт-так-ва, хунна, говорит он. Богобоязнность, она здесь внутри, в душе, в груди она бывает, это не на органах, не то что много ибадат человек делает, определяет, что он богобоязанный человек. Она вот здесь в сердце внутри, говорит, находится, пар besonders, почему он так сказал? Потому что они подумали, что я более богобоязнísimo. Он говорит, нет, я чем бы более богобоязанный. Но, говорит, вместе с этим, я, говорит, бывает, говорит, сплю, бывает, говорит, ребятатом до утра занимаюсь. Бывает, говорит, я уразу держу, бывает, уразу не держу, я женюсь. И кто от моей сунны отклонится, он к моей уме отношения, говорит, не имеет. Он к моей уме, говорит, вообще, это не в списке моей умы, представьте себе. Он кафиром не становится. Но этот человек, у него неправильное понимание в религии. Вот теперь у нас вопрос возникает. Имам Навава, рахимахулах, он женился или не женился? Не женился, никогда в жизни не женился. Он 40-45 лет жил, так и не женившись он умер. Хадис он приводит. Разве он не переживал, например, что он тоже будет вычеркнут из умы пророка, саллиллаху али вассалям? Потому что там же в хадисе сказано, кто не женится, он отклонился от моей сунны. Он же не женился, получается. А почему тогда он не женился? Кто-то может, например, какой-нибудь еретик может возразить ему, да, имам Навава, зачем слушать вообще? Он человек, который вообще даже пророка саллилла, отношений к которому не имел. Почему? Потому что в хадисе сказано, что кто от моей сунны отклонился, он ко мне отношения не имеет, а имам Навава не женился. Это неправильный человек. Так же могут подумать, когда понимания в религии нету, вот такая проблема может быть. А почему, именно на что намекал пророк саллиллаху али вассалям? Вот эти вещи, делая отказом от женщин, от сна, от еды, вы к Аллаху не приближаетесь, вы от Аллаха отдаляетесь таким методом. Ваше сердце еще не готово к такого большого уровня вещам. Этими вещами вы становитесь гордыми, вы к Аллаху не приближаетесь. И пророк саллиллаху али вассалям им же говорит, вы от моей сунны отклонились, если вы такое сделаете. Мы же, например, знаем многое из хадисов о достоинстве намазов, ночного бодрствования, постов и так далее, и так далее. Почему именно им пророк саллиллаху али вассалям это сказал? Потому что их путь, и бодрствования, которые делают, это не был путь путем пророка саллиллаху али вассалям. Это был путь иблиса, который 70 тысяч лет ибодрствованием занимался. И его ибодрствование к чему привело? К порогу ада. К гордости, к самодовольству. Поэтому Суфян ибн Руяйнат, по-моему, он это сказал. У кого нет шейха, духовного наставника, его наставником будет говорить шайтан. То есть их ибодрствование, которое они сами на себя взяли, такие большие дела они собирались делать. Пророк саллиллаху али вассалям говорит, этот ибодрствование, это не моя сунна. Даже если вы это делаете с внешней стороны, по моей сунне, то внутри это путь иблиса. И другой хадис есть, где пророк саллиллаху али вассалям позвал одного алима из-подвижника Абдуллаха, Ибну Амра ибну Асра, когда отец его женил на одной девочке. Он приходил к нему домой, и он дома не находил своего сына. Он один из самых сильных четырех алимов среди сподвижников, который был, Абдуллах ибну Амра. И он этот приходил, и он у его жены спрашивал, как тебе мой сын, вообще какой он семьянин и так далее. Имам Бухари приводит хадис. И эта девочка, это его жена, она говорила, ну он, говорит, достойный, говорит, мужчина. Но он, говорит, даже у нас, говорит, еще половые близости даже, говорит, не было. То есть семья внимания, говорит, не уделяет. Почему? Постоянно ибнадатом, говорит, занят. И это долго длилось. Вроде бы ибнадат, это хорошее дело. И Амр ибн Ас, это его отец, этот великий сподвижник, он тоже так оставлял, наверное, хорошим делом занят. И в один момент он подумал, пойдут, я пророку саллиллаху алиллаху саллим расскажу, мой сын вообще правильно вещи делает или нет. Вроде бы он ибнадатом занимается, но вот он с правильным пониманием это делает, или же он что-то не то делает. И пророк саллиллаху алиллаху саллим говорит, организуй мне с ним встречу. Он не сказал, да, он правильно делает, пускай ибнадатом занимается, негр, надо с ним увидеться. И он ему говорит, пророк саллиллаху алиллаху саллим, расскажи, говорит, как ты держишь пост каждый день, через день, вообще твой режим. Он говорит каждый день, то есть он всю жизнь собирается каждый день в разу держать. Как ты Куран, говорит, читаешь? За какое время Куран заканчиваешь, читать полностью? Он говорит каждую ночь. Он, оказывается, каждую ночь до утра не спал, и во время намаза Куран заканчивал читать. Получается 30 Куранов за месяц. И 30 постов за месяц, получается, даже тогда ему говорит, пророк саллиллаху алиллаху саллим, он же духовный наставник. Он ему говорит, с этих пор ты, говорит, 27 постов не держи. То есть только 3 поста в месяц держи, говорит. Почему? Потому что его душа, она не была готова к этому всему. 27 постов ему вредят, к гордости его приводят. Только 3 поста, они его внутреннего уровня, внешний, ибадат. Потом и Куран, говорит, с этих пор по одному, говорит, раз в месяц заканчивай. 29 Куран убрал. Человек же может подумать, вау, вроде бы он от Всевышнего Аллаха, пророк саллиллаху алиллаху саллим. Он почему не хочет, чтобы я речь Аллаха, чтобы читал? Шатан же может ему внушить. Он за религию или против религии, вот такие всякие вещи же могут ему это привести. И тогда этот сподвижник говорит, о, посланник Аллаху, я же, говорит, больше, говорит, могу. Он не понял пророка саллиллаху алиллаху саллим. Тогда, говорит, ты держи, говорит, 3 поста в неделю, 4 дня отдых. Так, 3 дня пост, 4 дня отдых, чтобы восстанавливаться мог за 4 дня. Тот человек, говорит, тот сподвижник, я, говорит, больше могу посланник Аллаха. Он, говорит, тогда, говорит, один день пост, 2 дня отдых. Он, говорит, я еще больше могу посланник Аллаху, тогда, говорит, через день держи, говорит, пост. Как это делал Давыд, алейиссалям. И Куран неделю, говорит, один раз заканчивай. Он же, Санчога, сказал месяц один раз. Когда он сказал, я больше могу, он, говорит, теперь с этих пор один Куран неделю. Он должен был на 7 частей разделить Куран и по ночам он вот так вот должен был заканчивать. И теперь вот эта история закончилась. Дальше теперь что говорит этот Абдуллах ибн Амр, ибн Ас, тот, который сподвижник. Когда я, говорит, уже повзрослел, когда, говорит, уже мое тело ослабло, он говорит, ой, если бы, говорит, я принял то, что мне говорил пророк Салалавалюсалям, скидку, которую мне он сделал, ой, если бы я принял, он говорит. Только потом, в конце жизни он понял, для чего нужен духовный наставник, который знает его рух, его состояние души. Даже если, например, пророк Салалавалюсалям нас призывает много, чтобы Куран читали, за каждую букву столько-то вознаграждений, за пост и так далее, и так далее, много же чего есть. Но пророк Салалавалюсалям с каждым сподвижником на разном уровне разговаривал. Кому-то он так сказал, другому так сказал. Одному, говорит, не гневайся, говорит. Почему он так ему сказал? Потому что он видел в его сердце такую проблему, потому что видел. И вот так каждому он давал разные задания. И тут он, говорит, уже, говорит, мне приходилось, я когда один день уразу держал, я, говорит, настолько ослабевало мое тело, что один день мне не хватало, чтобы восстановиться. Чтобы через день, чтобы уразу держать. семь дней подряд. Почему? Это же вирд. Вирд же надо же обязательно. Это желательный момент был, но то, что от духовного наставника пришло, его же надо уже обязательно делать. И уже пророк с революционным, то, что ему задание дал, он говорит, мне приходилось возмещать семь дней подряд. Это такая нагрузка для него была. Никакого счастья. Раз уже взял, надо делать теперь. И Куран говорит, я говорю, уже мне приходилось днем кому-то читать, чтобы ночью я мог в намазе, это легко, чтобы не было читать, чтобы нагрузки не было найдутся, чтобы читать. Мне уже днем говорят полностью, одну седьмую часть приходилось читать кому-то, ночью, чтобы легче было. То есть двойную нагрузку он стал получать. Вот для чего нужен духовный наставник. Вот таким был пророк с революционным. Почему имам Газали и другие великие ученые, они говорили, что обязанностью каждого мусульманина является вступить под опеку духовного наставника? Потому что религию, они с пониманием ее изучили. Они не просто Куран, хадис взяли. Вот эти хадисы, которые мы рассказали, таких еще много-много хадисов есть, где пророк с каждым по-разному разговаривал. Он, например, одному своему слуге говорит, своему сподвижнику, когда он птицу сварил, на следующий день запас оставил и принес пророку, он ему сказал, разве я тебе не запрещал на следующий день запас себе оставлять? Вот так поругал у него. То есть у него был такой уровень, у этого сподвижника, уровень таваккала. Аллах ему дал такое понимание, такую чистоту сердца, что ему не было позволительно на следующий день что-то из имущества оставлять. Поняли же, да? Вот это было его задание, его верд. Этим он должен был к Аллаху приближаться. А сам же пророк, саллил, али ассаллим, на целый год запас продуктов делал. Ни на неделю, ни на месяц. На целый год. Вы представьте себе, человек же может подумать, у него вообще что ли таваккала на Аллаху не было, что на целый год оставлял. Но почему он так делал? Потому что в его уме будут разные уровни людей. Не только как его слуга высокого уровня сподвижник. Люди, у кого вообще там самый мизерный уровень надежды на Аллаха, который будет на целый год запас делать денег, продуктов, чтобы они тоже могли, найдя этот хадис, сказать, я, следуя за пророком, саллил, али ассаллим, на целый год делаю запас продуктов, чтобы они вознаграждены на своем уровне, чтобы получали. Белялу, радия Аллаху ану, пророк, саллил, али ассаллим, на следующий день даже запрещал, вообще имущество хранить ему было запрещено. А Кааб ибн Малик, радия Аллаху ану, который не вышел на Газават из-за имущества, которое у него было, когда он уже, когда Аллах его простил, когда Аллах не спослал ему, это про него аят, что Аллах простил, он настолько был благодарен, хотел, не знал, как поблагодарить Аллаха, он говорит, о, постанник Аллаха, я все свое имущество теперь отдаю ради Аллаха. Пророк саллил, али ассаллим, нет, говорит, часть себя оставил, часть говорит, отдай, почему? Потому что у него же, как у Беляла, уровня же не было у него. Смотря на уровень людей, вот так разговорил пророк саллил, али ассаллим. Поэтому, когда мы, например, видим, что наши предводители, наши руководители, муфти, там, духовный наставник, кто бы, что бы он ни делал, мы спешим враждовать. Мы спешим, говорит, он как такую вещь сделал, почему он так сделал, это же неправильно. Если бы у нас альму было бы, если бы мы эту религию изучали бы, у нас вообще же проблем не было бы. Человек, например, когда грех совершил, мы сразу же спешим к этому, этого человека, обвинять, что он это все уже списать готово. Вот я, допустим, альму, например, читаю, даже, вот как вы думаете, я грех совершаю или не совершаю? Я же грех совершаю. Почему? Потому что я же не пророк. Получается, однозначно я грех совершаю даже. Если я, допустим, сегодня говорю какого-то альма, например, какое-то слово там или в действии, я вот так начинаю выявлять, вот он какую вещь сказал или сделал за ними нельзя следовать, я говорю, допустим, даже, видит, какой он человек, это вообще заблудчивый человек, почему тогда я сам про свои грехи не рассказываю? Почему я не говоря тоже, вот вчера там или неделю назад какой-то грех совершил, сидел, за кого-то гибато делал? Я такой неправильный человек, за мной тоже не следуете. Это же несправедливо получается. Если он ради Аллаха к религии призывает, как он того, например, разоблачает, чьи-то ошибки выявляет, он же свои тоже должен выявлять, за мной тоже следует, нельзя же. Хоть одного такого покажите, кто занимается распространением каких-то грехов мусульман, хоть одного покажите, такого справедливого человека. Видно же, что не ради Аллаха это все он делает. И вот таких моментов, в общем, много пусть Аллах даст нам понимание. Вальхамду лилляхи раби лалюмин. Если вопрос есть, можно вопросы разобрать. Самая лучшая дуа это то, что человек делает, не отвлекаясь от Всевышнего Аллаха. Это что означает? Если, допустим, тебе судный день, например, ты о судном дне если не переживаешь, если у тебя, например, иман такой слабый, ты именно любитель дунела, мирское сильно, например, любишь. Вот тебе нужно сильно мирское нужно просить. Почему? Потому что просьба именно того, что больше всего в чем ты нуждаешься, она очень сильную нужду перед Всевышним Аллахом вызывает у тебя. У тебя хочешь, не хочешь, у тебя будет хизур. Ты будешь Аллаха в сердце держать настолько, насколько ты в нем нуждаешься. Если тебе, например, судный день не интересен, если тебе не интересен, у тебя намазы, намазы хизуры проходят или без хизура, если тебе не интересен шафиат пророка, там что, судный не будет, тебе не важно, тебе главное, чтобы на этой земле все было хорошо. Вот если ты, например, какую-то девушку полюбил и сильно хочешь на ней жениться, вот ты, дуа, для чего делается дуа? Дуа – это то, что человека приводит именно к состоянию хизура, чтобы он Аллаха чтобы вспоминал. Даже есть такой хадис, где пророк говорит, дуа – это говорит сердцевина нашего ибадата. Почему сердцевина? Потому что, как в дуа, у человека такого состояния рабского, такого хизура нигде не бывает. Вот намаз человек совершает, во время намаза он думает, что он услугу Всевышним оказывает. Ну, я совершу, раз Всевышнему намаз нужен мой, мне-то он не нужен, а вот если Всевышнему нужен, я его буду совершать, и он о чем попало может думать. Хизура не бывает. А мы для чего намаз должны совершать? Аллах же Коран не сказал, чтобы мы намаз совершали, чтобы Аллаха вспомнить. Правильно же? Если, например, ты, допустим, не можешь, вот если ты, например, намаз делаешь, что-то другое, любые ибадат делаешь, и тебе от этого ничего не идет на этой земле, ты думаешь, как будто ты Аллаху какую-то услугу оказываешь. А такому человеку что хорошо будет делать? Такому человеку будет хорошо много дуа делать. Бывает такой, например, уровень, когда человек много дуа делал, делал, Аллах ему давал, его вопросы решал, и у него любовь к Аллаху появилась. Как Пророк говорит, человек, он сотворен таким, что он тянется и влюбляется в того, кто ему оказал какую-то услугу, какое-то добро ему сделал. И когда ты дуа делал, например, Аллах твой вопрос решил, твой вопрос никто не решал, и через дуа ты достиг чего-то. У тебя же любовь к Аллаху появится. В этот момент ты уже вот так через дуа переходишь на следующий уровень. Какой уровень? Следующий после дуа зикру, которая называется. Сердечная зикра. Всевышний говорит, тот человек, кто вместо дуа будет делать зикру, я тому дам больше и лучше, чем то, что он у меня собирался просить. Поняли, да? Почему? Потому что дуа, это же для чего Аллах нам сказал дуа, чтобы мы делали? Чтобы мы Аллаха вспоминали. А ризг Аллах нам и так же распределил. Аллах в Коране говорит, я уже распределил, между ними их земной удел. То, что мы сегодня имеем, например, то, что сегодня не мусульмане, например, имеют, богатство, здоровье, это все, это же все не через дуа к нам пришло, правильно же? Аллах нам и так это ризг распределил. Дуа мы для чего делаем? Чтобы мы Аллаха вспомнили. Когда человек, допустим, выходит на следующий уровень, он просто зикру делает вместо дуа. Аллах ему лучше и больше дает, чем обувать еще выше уровень. Аллах говорит, имам Тирмидир приводит, что Всевышний сказал, если тот человек, кто вместо дуа и вместо зикру будет Коран читать, я тому дам больше и лучше, чем то, что он у меня собирался просить. Это уже самый высший уровень, это Коран. Как Джаффар говорил, когда говорит, я слышу, говорит, как кто-то Коран читает, либо сам читает, либо кто-то другой, я слышу не его чтение, а как будто сам Аллах разговаривает. Это самый высший уровень. Коран это не просто, чтобы любой человек взял в руки и прочитал. Для Корана уровень должен быть. Это высокий уровень, когда человек от дуа, от зикру, когда уже перешел такой уровень, что он везде только Всевышнего слышит. Это самый уже высший уровень. Вот поэтому дуа, если самое главное, что угодно надо делать, главное, чтобы у нас любовь к Аллаху появлялась, чтобы у нас сердце был Всевышний Аллах. И самый короткий путь, который нас к Аллаху приближает, это путь любви к праведным людям. Короче, не опыти не то. Человек будет хвостиком, он будет рядом с тем, кого он любил. Вот тот свет что означает на том свете? Русман Асхаб он когда к могиле подходил, он плакал. Он говорил, это начало того света. На том свете ты будешь с тем, кого любил. Если ты плохого человека любил, и у него могильные муки будут, у него будут проблемы на сират на мизане, там вообще везде, где бы он ни был, ты везде его проблемы будешь испытывать. Где бы он ни был, ты его хвостиком будешь, сколько бы ты обитатом не занимался. А если, например, ты будешь хорошего человека любить, где бы этот человек ни был, могильной жизни, дальше, дальше, до конца, раю, где бы он ни был, ты хвостиком будешь, ты от него не отцепишь нигде. Почему? Потому что пророк сказал, ты в судный день на том свете будешь с тем, кого любил. Это был самым, говорят, радостным днем для сподвижников, ради не могли много заниматься такими делами заниматься и им дал такой путь как короткий путь именно эта любовь. Человеку иман бывает ровно такой же сколько имана у того, кого он больше всех любит. Не больше и не меньше. Понялось, Об этом говорит Джамаудин Казикумухский худису сируху. Он был имамом Шамиля устазом тоже он был худису сируху. Он говорит основой всех основ в религии является рабида. Рабида что он объясняет? Это любовь к праведному человеку. Когда человек что-то любит, он свое сердце с этой вещью связывает непроизвольно. И вот если у человека рабида нету, сколько бы он обидатом не занимался, его эти обидаты ко Всевышнему Аллаху не приведут. Он не достигнет. Иблис много обидатов делал, но Адама полюбить он не смог. Он праведного человека полюбить не смог, поэтому он в ад попал. Поняли, был его муриды лет 25-30 они воевали против сильной армии рабида потому что делали. Вот таким взглядом они жили. На сегодняшний день почему мы ослабли много из муридов но рабида кто-то говорит не могу делать не получается вообще халатное отношение к рабида из-за этого другие вирды которые человек делает он мало пользы получает. Это говорит Джамал Адин Казах Ихсан мы знаем например когда Джибрил спросил что такое Ихсан он говорит это когда ты поклоняешься Всевышним Аллаху как будто ты видишь Всевышнего Аллаха даже если ты его не видишь как будто ты его видишь но он же говорит он тебя видит вот это состояние то есть Ихсан это другими словами когда ты свой намаз Зикру что бы ты ни делал ты заправляешь чем заправляешь связю со Всевышним Аллахом если ты отвлекся например во время ибадата от Всевышнего ты без Ихсана сделал Ислам если ты не отвлекаешь сделаешь это Ихсан это связь это духовная связь и все вот эти аяты все хадисы которые были именно про искренность про Ихсан вот их нам разъяснили кто люди которые достигли понимания этого всего как имам разъяснили например вот эта вот часть все аяты все хадисы связанные с правом шариатским вот как нужно торговлю вести как нужно правильно совершать сколько рака вот эти моменты вот эти вот часть именно треть из урана и хадиса про законы их нам же разъяснили 4 имама мазгабу правильно же если бы они нам это не разъяснили мы бы напрямую это понять не смогли бы у нас бардак начался бы мы подумали это так это так кто-то начал там по 10 намазов совершать там по 10 рака в одном намазе и вот как нужно правильно понимать именно вот эту часть из урана и хадиса про шариатское право вот так же например про искренность когда нам Всевышний говорит будьте искренними что кроме как искреннее деяние Аллах это не принимает когда вот это много когда это все есть и человек например он так же неправильно может понять люди которые достигли этого уровня искренности которые познали это все они нам начали разъяснять что такое искренность вот эта наука которая разъясняет что такое искренность она начала называться тасавуфом начал называться наукой суфизмом начал называться вот эта наука она бережно хранит ихсан вот это правило коротко говоря вот твоя связь со Всевышним Аллахом чтобы ты кушал намаз дал что бы ты не от Всевышнего Аллаха чтобы не отвлекался чтобы вот этим состоянием чтобы ты жил за это дело взялась наука тасавуф поняла так же как за ислам за наука фикхи и за иман наука акида хоть этих моментов определений не было во время пророка пророка не ничего не было во время пророка это все было просто в такой форме такой ясной форме как мазгабы не было в общем коротко говорю что такое ни одного вы большого аллима не увидите который доносит религию который принес любого аллима там имам Шафи например Абу Ханиф там любой там имам Закарай Аль-Ансари там имам Суеты имам Ша'рани Ибн Дакик Аль-Ид Имам Газали Ба-Ки-Ляни любые обновители столетий все вот эти вот ученые у них у всех были духовные наставники потому что чтобы Аллах барракад распространил от каких-то ученых ученых же было много и чтобы Аллах так выделял кого-то в эти века кроме как чистое сердце у этих людей это период не пошло бы много было авторов книг во все времена но именно Аллах выделял кого у кого чистое сердце именно их выделил вот Абу Хасан Шазали кудес у него был мурид его звали ибн Дақиқ Аль-Ид а он Абнавит 7-го века целого представьте себе такой большой алем и он был муридом Абул Хасан Шазали сау о pronom сау веке Абул Аббас мурси кудес сирогу он был после Абул Хасан Шазали, он говорит, что в один день стоит и видит большую очередь за хлебом. И у людей там деньги, у бедных людей нет денег и так далее. И он говорит, мне такая мысль в голову пришла, были бы у меня деньги, чтобы этим людям хлеб купить. То есть он проявил жалость по отношению к рабам Всевышнего Аллаха. И тогда я, говорит, карман, когда руку засунул, смотрю, у меня, говорит, три монеты, говорит, на кармане оказалось. Я, говорит, пошел, купил, говорит, хлеб и раздал, говорит, хлеб. И такой довольный, говорит, оттуда ухожу. В этот момент пекар, говорит, крикнул, о, лжец, ты, говорит, мне фальшивые, говорит, деньги, говорит, дал. Говорит, так, представьте себе, как стыдно. Как будто он хороший что-то сделал и такой позор, такой, да, перед всеми людьми. Весь народ разом же на нее посмотрит, как будто он там их всех обманул. И он потом говорит, я, говорит, таубу сдал, о, Аллах, я, говорит, совершил грех. Какой грех? То, что я проявил к ним милосердие. Подумал, что чем сам Всевышний Аллах, он более милосердный. Поняли же, да? Вот это за то, что я подумал. Он не подумал, в чем интересна мудрость, что Аллах кого-то бедным оставил и так далее. И потом, я говорю, как только таубу сдал, тот человек, пекар, крикнул, я, говорит, извиняюсь, оказывается, у тебя, говорит, не фальшивые, говорит, деньги были. Аллах таубу принял его. И вопрос урегулировался. Он пошел, и это рассказал Ибн Даقيку Аль-Иду Кудесуруху, который был обновителен в 7 веке, аллимом, который был. Вот так, говорит, у меня такая история получилась. Ибн Даقيку Аль-Иди ему, говорит, внутри, да, говорят, такая интересная история. Вы, говорит, познавшие Аллаха Суфии. Если, говорит, милосердие проявили, говорит, Аллах вас ругает. А мы, говорят, шариатские ученые, если мы, говорят, милосердие не проявили бы, мы от Аллаха, говорит, упрек получили бы, говорит. насколько говорят между нами большая разница в понимании религии. Это такая вещь, это религия пророка Саллиллау Али-Ассалям. Если мы реально начнем изучать жизнь пророка Саллиллау Али-Ассалям именно с комментариями великих ученых, мы найдем вообще, что у нас очень неправильное понимание в религии. Как он с каждым сподвижником по-разному, где, как он себя вел. Уму Саллимат или Зайна, ради Аллаху Анха, когда пророк Саллилла сказал, у тебя же две верблюдицы, отдай одну свою верблюдицу на использование, как на прокат к Софии, ради Аллаху Анха. Она сказала, неужели это иудейка, она же бывшая иудейка. Вот так она когда сказала, с ней пророк Саллиллау Али-Ассалям два с половиной месяца вообще не разговаривал. Он ей такой холод проявил, из-за этого ее слова два с половиной месяца, он ее полностью отдалил. Ни постели, ничего, полностью. А когда Аиша, ради Аллаху Анха, то же самое сказала, он сказал, если твое, говорят, слово, окунуть, говорят, в море, в океан, это все, говорят, завоняло бы, говорят, это все море. Но он ее не стал от себя отдалять. Почему? У нее возраст был малый. Он с ней на перегонке, например, бегал. И кто-то может сказать, смотри, у пророка, наверное, Саллиллау Али-Ассалям слабость была. Он, наверное, Аиша сильно любил, из-за этого он, смотри, ей такие скидки делал каждый раз, а ту же, ну, не любил, из-за этого он, смотри, он как будто бы ждал, чтобы она какую-то ошибку допустила, чтобы с ней рядом, чтобы не находиться. Так же, например, неверующие люди, это информация, о которой я говорю. Это не то, что подумают, это неверующие люди, они вот так работу делают. Вот такой был пророк Саллиллау Али-Ассалям. Поняли же, да? А он это почему вот так делал, смотря на уровень, смотря на понимание, вот с каждым вот так по-разному вел себя пророк Саллиллау Али-Ассалям. Вот наука, например, Тасавуф даже, она же нам разъяснила, как достичь этой искренности. Вот человек же вопрос задавал, как достичь Всевышнего Аллаха, например, самый короткий путь. Вот когда человек, например, идет к духовному наставнику, духовному наставнику, знаете, какая работа? Чем Аллах его наделил, знаете? Вот я вот сейчас сижу, разговариваю даже, это моя работа. Именно в этом направлении я должен постоянно совершенствоваться, работать. Это же по воле Всевышнего все происходит, правильно же? Вот духовный наставник, у него вообще другая работа. Он с сердцем, он знает, что у нас в сердце происходит. Аллах говорит, когда я полюблю своего раба, я стану его глазами, которым он видит, его ушами, которым он слышит, его сердцем, которым он размышляет, ногами, которым уходит, руками, которым хватает, языком, которым разговаривает и так далее. И вот их работа, она в чем заключается? Как пророк Саралава Ла Салим увидел в сердцах сподвижнику какую-то проблему, он им давал определенные задания. Когда мы идем к духовному наставнику, он смотря на наше внутреннее состояние, он нам дает определенные задания. И когда мы задания когда выполняем, мы сами того не понимая, начинаем видеть свои недостатки. Это не то, чтобы наш внешний образ жизни как-то там колоссально меняться начинает. Сподвижник, они чем отличались? Именно тем, что они себя очень сильно неправильными считали. Абу Бакх, радия Аллаху, у него, в Маулидже мы читаем, джудбилют фигья Иллахи, манляху задум калилюн. Вот он себя считал человеком, у которого вообще ни одно благого деяния нет. Он говорил, о, если бы, Умар, радия Аллаху, говорил, о, если бы, говорит, я из этого мира вышел бы, говорит, так же, как зашел в этот мир пустым. Аиш, радия Аллаху, говорил, я бы, говорил, хотела быть соломенькой, говорит, чем тем человеком, которым я являюсь. Вот это из-за чего у них такое мнение было о самих себе? Чем больше они обидат делали, тем они больше натыкались на свои недостатки. Вот это же наша религия, но для чего? Чтобы у человека была сама занятость, чтобы он не был занят чужими недостатками, чтобы у него не было гордости и так далее. И когда человек к духовному наставнику идет, он хочет, чтобы он сразу так поменялся, таким идеальным человеком стал, чтобы он грехи перестал совершать. Даже если сподвижники, жившие рядом с пророком Старолавливого смысла, они даже грехи совершали. Вот женщина одна совершила грех. Она пришла к пророку Старолавливого и сказала, о посланник Аллаха, я, говорит, совершила зина, забеременела, говорит. Вот представьте, какой большой грех. Она сподвижницей была? Была. Почему? Потому что сподвижник это кто? Тот, кто увидел пророка Старолавливого и поверил ему даже. Она была наказана, правильно же? Она же сподвижница. Вот сейчас же можно сказать, ну, если люди, которые рядом с пророком Старолавливым, которые были люди рядом, если они такие грехи совершали, мы не хотим религию пророка Старолавливого принимать. Кто-то же говорит, вот человек арикат вступил, он мурыдом является, он себя неправильно ведет, я не хочу тоже арикат вступать. Это же то же самое, как будто он как будто бы говорит, если бы у пророка Старолавливого правильный путь был, боевые сподвижники без Гришны были бы, правильно же? Вот такая неправильная агэда у нас, неправильный взгляд. И вот, когда человек, он вступает под опеку духовного наставника, у него сначала начинается ремонт. Вот мы, например, эту мечеть, например, хотим ее, ну, ремонт хотим сдавать. Прежде чем ремонт делать, мы что будем делать? Мы будем это все отсюда снимать, даже. Джамат будет сюда заходить на намаз, пыль тоже будет, шум тоже будет, ремонтные, деньги будут уходить, это все будет много. И вот так пару лет люди даже не будут замечать, что здесь ремонт вообще какой-то делается. Заходят, и они будут нервничать. Ничего вперед не идет. Оно вперед идет. Просто разрушительные работы шли сначала. Таубу. От того, что есть, надо же убрать, очиститься от этого всего. А потом уже, когда ремонт делать, начнут, уже украшение начинается. И потом все радуются. Оказывается, ремонт шел, они говорят. Сейчас что-то видно, что вперед пошло. Когда человек, арикад, когда вступает, он сначала себя неправильно вести начинает. Вообще, чем бы даже вел себя правильно, пока тот арикад, он еще хуже себя вести начинает. Потому что вся его грязь, которую он требует, Аллах его являть начинает. Он вообще не понимает, что... То есть Аллах ему на его недостатки указывает, что он в своем сердце скрывал эту всякую грязь. Аллах ему вытаскивает, показывает, и вот он все время в таком состоянии, когда уже это сердце у него очистилось, когда он признал, что он ноль, вот тогда Аллах уже начинает его украшать. Уже ремонт сердца начинается. Это нормальный процесс, так и должно быть. Человек не должен думать, почему я интересен, я себя неправильно влюдаю, арикад вступил, или кто-то вступил. Это нормальный процесс. Это нормальный процесс. Продолжение следует... Продолжение следует...